МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие друзья! Здравствуйте! Петр и Дашенька, наши молодые собеседники, сегодня не для слабонервных собрались за нашим чайным столом, потому что тема у нас очень страшная. Она называется детские страшилки. Ну, наверное, вдобавок, чтобы не было слишком страшно, и смешилки, которые в детстве оказывают на нас иногда очень сильное впечатление. Я, может быть, про свое детство вспоминаю, но иногда так страшно было от того, что кто-то рассказывал какую-то ужасятину. Мы же еще не смотрели фильмов ужасов, мы же вообще жили в таком совсем другом государстве. Здесь все это было недоступно для детей. Да и детские веселые истории, так называемые анекдотики. Иногда бывали такого своеобразного содержания, что я иногда в простоте вспоминаю, что я что-то пытался родителям пересказать. Родители молча выслушают, а потом говорят, никогда больше это никому не рассказывают. Понял? Ну, в общем, есть о чем поговорить, да? Да. Детские страшилки и смешилки. Ну, прежде всего, что вызывает недоумение? Ну, вернее, никому недоумения нет. Это маленькие, компактные, интересные истории, очень увлекательные. Поэтому ничего удивительного, что дети, может быть, за книжку не сядут, а уж послушать друг от друга какие-то яркие истории, это всегда интересно. Или это все-таки не так актуально? Да, это очень интересно. Сейчас вот я был в лагере в Круаслане, даже там это было очень... А что больше, смешилки или страшилки? Больше смешилки. Смешилки все-таки. Но вы знаете, что интересно, когда вот есть такой курс уже более в высшем образовании, где размышляется о социальном значении смеха, и там анекдоты как раз представляются одной из очень важных нормативных таких общественных явлений. То есть в анекдоте утверждаются какие-то ценности, или наоборот, высмеиваются какие-то ценности, которые есть в обществе. Вот. А про что бывают детские анекдоты в основном? Ну, про разные недостатки, как высмеивают их. Про... Ну, много я читала про с героями сказок разных. А это печатают сейчас, это что, да? Я не помню даже... Раньше был какой-то детский журнал, какие-то веселые картинки, какие-то мурзилки, но я не помню, чтобы там были какие-то анекдоты. Сейчас в интернете это все пишут. Вот он и делает. То есть сейчас детям через веселые, страшные, маленькие истории приходится знакомиться вообще с целой жизнью взрослых, наверное, даже. Или все-таки такие... Вы больше встречались с теми анекдотами... Ну, давайте сначала поговорим о чем? О веселеньких, а потом о страшненьких, да? Да, сначала о веселеньких. Давайте сначала о веселеньких. Теперь Петя уже сказала, что в основном в православном лагере были веселые истории. Там особой жути не нагоняли, да? Ну, да. А они один раз рассказывали страшилки, ну, да. Ну, если один раз, это еще, я думаю, не так страшно. Так, ну, по анекдотикам. Давайте разберемся. Это все-таки, я думаю, не безинтересная тема, дорогие и взрослые наши телезрители. Поскольку, ну, вот я вспоминаю, как в моем случае родителям явно было бы не безинтересно знать, о чем рассказывают друг другу дети и как воспринимают то, что рассказывают другие. Все-таки эти анекдотики, о которых вы говорите, которые публикуются, где-то они читаются, где-то в интернете они висят, они больше, ну, все-таки чему-то хорошему побуждают, или наоборот, за них стыдно потом. Вот все ли анекдоты, которые ты слышала, ты могла бы пересказать, не говорю уж маме, а хотя бы подругу? Ну, большинство, да. Большинство могла бы, да? Все-таки то, что рассказывается тебе, а бывают такие случаи, когда уже даже поначалу анекдота, понятно, что лучше его не слушать. Нет, ну, у меня такое как бы хобби, собирать разные анекдоты и вклеивать их в тетрадку. А, даже так. То есть вот с этим знакомым уже, видишь, мы, оказывается, на профессионала нарвались сейчас. Тогда она расскажет, Даша, и вообще какая систематизация анекдот фонежная, про разные, как-то их все подряд или по-разному? Нет, ну, те, которые понятны мне, то есть я могу их воспринимать как понимаю, то есть я их вырезаю и вклеиваю. А те, которые, ну, не очень такие мне доступные и не очень прохорошие, как так сказать, то я их не вклеиваю, ну, просто так вот. А дальнейшая судьба этих твоих страничек, а, веселых? Ну, в деревню беру, там, читаем, смеемся. А, сами вспоминаете что-то из этого вместе. В семье и с подругами, да? Ну, с друзьями, там, с бабушкой, с дедушкой. А как ты их систематизируешь? В чем тогда какая-то твой критерий отбора этих анекдотов? Ну, понятно, чтобы смешно было, но есть какие-то темы, которые ты принципиально не касаешься? А ты из детских каких-то изданий берешь? Или там уже, где попадется, и там взрослые попадутся? Ну, у нас просто на танцах есть журналы, нам выдают журналы детские. Ну, там детские анекдоты, там, про разные, про разные случаи, про школу, про разных животных. Ошибки детские, наверное, в сочинениях. Это все довольно забавно бывает. Понятно. И это в какой-то системе или просто у тебя подряд на разные темы? Нет, у меня на разные темы. Все подряд, да? Нет каких-то отдельных. Это про животных, это про школу. Нет, все подряд. Про взрослых. Ну, то есть те анекдоты, с которыми ты имеешь дело, особенно в детских изданиях, видим, хороших изданиях, они такие довольно безвредные, да? Да. А где-то приходилось все-таки встречать анекдоты явно вредные, которые слушать бы, ну, может, и послушали, когда из любопытства, но явно, что неполезные. Бывают такие? Кто такие анекдоты приносит? В газетах часто бывают. А, в простых газетах, в светских, для взрослых. Да, просто там перелистываешь, смотришь, а в конце там анекдоты. Но я стараюсь не вырезать их. Да, но все-таки тебе, как специалисту, интересно их прочитать, да? Наверное, не отказываешь себе в удовольствии почитать на взрослой газете взрослые анекдоты, да? Так я понимаю? Ну, прочитая, когда поначалу уже видно то, что, ну, так, интересно, то я читаю. А если, ну, поначалу как-то не очень... А что можно догадаться? По какому, например, началу можно догадаться, что не стоит читать этот анекдот? Ну, что, во всяком случае, ты его, если прочитаешь, ты не станешь вырезать? Ну, просто там есть про политику, про разную, которую я просто не понимаю, мне не интересно это. Вот, поэтому я стараюсь их не читать. Ну, смысл все равно смысл не читать, если я не пойму смысл анекдота. Ну, да, это, впрочем, в принципе, не смешно, он для тебя не анекдот. А ты политические анекдоты тоже не любишь? Нет, почему? Ну, некоторые... Ты, наоборот, политические анекдоты. Нет, ну, я не совсем политические, но про... Ну, к примеру, есть такие анекдоты, где, ну, просто берут какой-нибудь человек, например, там, президент, там, США, там, президент, не знаю, там, Россия. И про него уже анекдоты. Ну, это довольно популярные такие анекдоты, да? Да, их очень много есть, там, ну, да, очень много. И ты как-то с ними знаком, но они довольно безобидные или... Да, они хорошие. Пожалуйста, друзья мои, да, не ленитесь. Петя, а то раньше-то как посмелее за нашим чайным столом угощался, потом, может быть, решил себя взять в руки. Но ничего, ничего, вы для этого все и поставили, чтобы вы подкреплялись. Пожалуйста, Дашечка, ты... Здесь пряники пахнут так необыкновенно. Это, по-моему, корица здесь. Так, а тебе, Петенька, может быть... Теперь так поближе. Еще... Так, ну, так что же с политическими анекдотами? Раньше за это в тюрьму сажали, знаете? Да, знаю. Как говорят, такие были поговорки, слово не воробей, поймают, вылетишь. Вот. А сейчас-то вроде бы все можно. И так вот дети между собой, в том числе и политические анекдоты рассказывают. Ну, да. А что значит политические? Значит, высмеивают власти? Может, американские, может, российские? Они не то, чтобы смелы, просто там описывают комичную ситуацию, к примеру, комичную ситуацию с лидером этой страны. Ну, например, надеюсь, наш передач не закроет, если ты расскажешь какую-нибудь историю из детских, где, ну, кто-нибудь из лидеров, ну, хочешь, российских, хочешь, иностранных, как-то фигурирует. Может быть, какие-то есть хорошие анекдоты, что он, может, чуть-чуть с кем-нибудь справился, победил кого-нибудь или оказался умнее или хитрее. Вот, я знаю один анекдот, мне его бабушка рассказала. Он, вот, был раньше, ну, в России такой, ну, такой президент, его звали, как его, Брежнев, кажется. Ну, да, есть такой. И вот. И вот он идет по Личковской галереи и говорит, первая картина, он говорит, картина большая, хорошая, что-то шишкин. И ему подсказывают эти, шишкин, шишкин, шишкин. Идут дальше, картина Левитана. Или как она была? Левитана, не стофую. Он говорит, картина большая, красивая. И ему подсказывают Левитана. Левитана, Левитана, он такой, Левитана. Подходит следующая картина. Это картина Врубеля, картина Врубеля. Он говорит, картина большая, красивая. Он подсказывает, Врубель, Врубель. Он такой, недорогая. Потом продолжение еще придумали. Он подходит к зеркалу, подходит к зеркалу, а у него там медаль есть, ну, вы знаете, ему дали четыре, четыре героя Советского Союза. Подходит он такой и говорит, ой, это кто? И он такие подсказывает, зеркало, зеркало, он такой, Тарковский? Ну, вы, наверное, поняли. Да, ну, в общем-то, конечно, это, может быть, насмешливые анекдоты были насчет наших генеральных секретарей, потому что они были иногда пожилые и уже как-то мало живые, что ли. И поэтому, ну, усмеивались, какую-то иногда несообразительность. Ну, про современных это вроде бы не скажешь. Поэтому в каком контексте для детей особенно могут звучать современные анекдоты о каких-то политических лидерах? Ну, вряд ли что-то особенно интересное. Ну, да. Просто какое-то зубоскальство, потому что все-таки дети, как правило, это не занимает какой-то политической позиции. Высмеют под человеческий недостаток, ну, например, даже то, что там вот этот бывший генеральный секретарь коммунистической партии там причмокивал при разговоре. А это последствия, кстати, контузии, которые он получил на Великой Отечественной войне. Поэтому здесь вроде бы даже и не скажешь. Понятно, что они были, с одной стороны, идеологами той власти, которая была, конечно, гонительницей в отношении церкви православной. Но все-таки очень много было и хорошего. Я помню статью внучки Леонида Ильича, которая называлась «Дедушка был добрым». И как-то она, понятно, как любящая внучка, описывает его добрые стороны. Действительно, во время его правления было свернуто кровавое гонение на церковь. Оставалось крайне тяжелым положением церковное, но все-таки того, что пережила церковь и времена его предшественников на этом посту руководителя государства большевистского, не сравнить все-таки. Я принял крещение как раз в его, по-моему, власть. По-моему, еще он был в власть, если я ничего не путаю. Но еще было это до празднования тысячелетия крещения Руси. Или в год тысячелетия. Не помню уже, кто был тогда при власти. Может быть, уже что-то изменилось. Это был в 86-м год, да? А, да-да-да, нет, уже изменились. Потому что, когда я служил в армии, тогда как раз хоронили одного за другим генеральных секретарей. А потом уже, видимо, было что-то другое. Готовилось в Горбачевске, именно. Плохой от хорошего анекдота, как все-таки отличить? То, что стоило бы рассказывать, вот можно ли критерием назвать хороший анекдот тот, который ты не постеснялась бы рассказать маме или бабушке? Ну да, а вот плохие анекдоты, там это черный юмор или еще что-то. А черный что, значит, жестокий? Ну да, там жестокие анекдоты есть многие. А неприличные анекдоты доходят как-то до детей? Да, это обычно рассказывают более старшие, там, не знаю, по 15-16 лет. Они обычно рассказывают и... Это вот уже, ну как приходится реагировать тогда? То есть приходилось ли тебе тоже присутствовать, когда кто-то из старших, может быть, девочек, начинали рассказывать, говорят, непристойный анекдот явно с какими-то темами каких-то плотских отношений или еще что. Вот, приходилось, потому что дети, насколько я знаю, ну, сколько я помню, иногда очень много дурного слышат. Ну вот, здесь все-таки имеет это место, или с кем поведешься, там и наберешься. Можно стараться быть вот и подальше от взрослых, которых Петя говорит. И все-таки не всегда уклоняешься, или такой проблемы нет? Нет, ну просто, да, я дружила там с разными девочками, дружу. Вот, ну просто когда бывает, просто разговариваешь и не ставишь ни сегодня, такие анекдоты рассказывают. Ну, просто как-то не очень приятно, ну, ты сидишь, слушаешь, конечно, но так не высказываешься. Ну, во всем, что взрослым сказать, это дурно, это неприлично, не станешь их учить, да, они будут слушать просто. Ну, а с другой стороны, подсмеиваться ведь тоже как-то не очень красиво вроде бы. Рассказывают анекдот, чтобы ты смеялась, а если ты не смеешься, ну, все-таки, ну, тоже какие люди разные бывают, да, кто-то будет подхихикивать, поддакивать, а кто-то так вежливо промолчит, да, чтобы не смущать. Да, ты относишься как раз к вторым, да? Ну, как-то, да. Ну, хотя бы... Я так больше промолчу, так. Ну, бывало такое, да, что вот такая неловкость, которая создается этими рассказами. А если это достаточно навязчиво, или такого особо не бывало, что вот с этими маленькими, смешными, неприличными, всегда приличными рассказами, ну, где-то просто было, что он с него вернулся. Ну, в лагерь ты детский не ездишь? Ну, нет, я не ездила в лагеря, только вот в школьную, когда на Пасху неделю была, тогда я ездила. Просто обычно летом куда-то в деревню там ездила. Ну, а среди деревенской публики там же тоже разные дети отдыхают, у всех разные среда. Понятно, что в православной гимназии, я думаю, что если в каком-то, между кем-то и есть такие непристойные разговоры, и насмешки, и анекдотики, то, наверное, это все-таки не для всех, и не для средних, и не для младших классов. Вы сейчас же в пятом классе, да, у нас? Да, в пятом классе. Вот. Но, тем не менее, все зависит от компании, которую мы выбираем. Ну, а что со страшилками? Со страшилками, да, их тоже вот часто очень рассказывают, но особенно вот когда вот в этом, когда 12-13, их очень часто рассказывают. У тебя еще не 12? Ну, мне 10 лет, но... Общался с такими, да? Ну, конечно, не всегда ведь ты можешь найти своего возраста людей. Ну, подожди, скажите, может, я вообще придумал эту тему, и такой проблемы-то нет. Тебя не смущали в детстве никакие страшилки, рассказываемые детьми или другими взрослыми? Ну, я как-то, наверное, не попадала в эти такие случаи, когда вот сели, и все страшилки рассказывают, рассказывают, рассказывают. Особенно вечером. Ну, иногда бывает, когда там перещёлкивают какие-то, останавливают на каком-то фильме, ну, по телевизору. Да, там ты смотришь, и там какой-то фильм ужасов. Ну, конечно, неприятно, можешь там долго не заснуть. Ну, любопытство есть к этому. Меня тут, например, удивляет, я могу соблазниться на что-нибудь красивое посмотреть, что, может быть, и не очень-то полезно было бы вас, монаху. А вот какие-то демоны, вампиры, ну, у меня, например, ужасы, отвращение вызывают. А это вызывает в детстве какое-то любопытство, интерес, так говоря, по-честному? Ну, у некоторых да, а у некоторых нет. То есть, когда, если ребёнок был основным, ходил в церковь, то есть, ему всё время регулируют его в каких-то рамках, то тогда, может быть, ну, мне кажется, очень-очень редко будут... Его увлечёт такое демоническое какие-то зрелище и рассказы. А если, ну, человек неправославный, то его может очень сильно это увлекать. Самая мистика, да? Вот что увлекает в этом? Вот в этом увлекает то, что что-то неизведное. То есть, ну, это как бы, это вот как бы в те... Ну, появляется это как вампир, там, ну, как, ну, то есть в плохом. А ведь, ну, а вот, ну, я не знаю, там... А есть, наверное, случаи, когда просто человеку смотрят, там, не фильм Мурсов, а документальный фильм, то есть, ну, в котором там рассказывается что-то. То есть, может быть, это есть. Ну, про какие-то неизведанные, про каких-нибудь инопланетян, там, летающих тарелок? Ну, инопланетяне, это, конечно, тоже плохо. Это всё понятно, то, что это всё плохое. Но ведь есть и совсем другое, например, динозавры, может, даже... Нет, ну, подожди, мы сейчас, Петя, не говорим о том, что всё-таки всякое телекино плохо, и мы сами с вами с телевидением, видите, сотрудничаем. Поэтому явно, что мы не об этом речь ведём. Мы ведь речь ведём всё-таки о маленьких страшных историях, которые рассказывают дети друг другу, и о тех вообще... Почему страх бывает страшный, а бывает интересный? Потому что вот есть некоторый ряд людей, которые... Вот им страшно, но в то же время им это приятно, им приятно чувствовать страх. О, приятно не спать ночью, приятно бояться каждого шороха, потом... Ну, ведь не все такие, то, что такие боязли. Некоторые, там, не знаю, минутку побоялись, а потом им... А потом и забыли. И забыли? Просто... А что, это нравится переживать какие-то острые ощущения, или всё-таки это доступность чего-то таинственного, может быть, существующего? Да нет, просто, наверное, да, некоторым вот доступность таинственного, а вот некоторым им просто, ну, радостно, ну, приятно вот переживать эти вот острые ощущения страха. И вот, и они вот даже вот иногда, ну, они сами рассказывают страшилки, и любят их слушать, то есть и просят, чтобы им даже рассказали их. Ну, конечно, раз всё-таки фильмы про всяких бесов популярны. Вот иногда можно пройти мимо кинотеатра, и там что ни объявление фильма, то какая-то диулиада, то обязательно кто-то, какие-то вампиры, то ужас, то ещё что-нибудь. Значит, это пользуется популярность, на это люди идут, и дети идут. Ну, наверное, да. Вот просто мы ходим на комбинат, на технологию, на информатику. Рядом там кинотеатр «Дружба», ну, просто вывеска, там «Москва-2017», там вот просто смотрела реклама, там такие ужасы. Вот, ну, и написано время, то есть они там практически каждый час идут, очень часто, и очень много расхватывают, вот просто посмотришь, там очередь большая, и все, «Москва-2017», ну, вот такие вот... Ну, а последствия такого фильма? Ну, все-таки вам приходило, что-то слышать страшное, что-то видеть страшное? Какие последствия на душе вы сами по себе могли бы заметить? Ну, сердце колотится так, как-то неуютно, вот, чего-то всего боишься, такое становится все не таинственное и незнакомое какое-то. Ну, сам мир твой окрашиваются такие другие цвета. То есть за занавесками ты уже подозреваешь не окно и улицу, а что-то страшное и опасное. То есть что эти фильмы помогают быть осторожнее, или наоборот заставляют кругом видеть какую-то демоническую реальность, какую-то злобу, которая кругом может окружать нас? Ну, скорее всего, злобу вот это вот... Да, сама душа делается как-то более доступной до всякого зла. И, конечно, у нас тоже бывали, скажут, а что, не фильм ужасов, не сказка ужасов какой-нибудь о Кащее Бессмертном, о каких-нибудь Бабе-Яге, как там попадается какой-нибудь Иванушка к ней, чуть ли не в печь? Наверное, это страшно, но все-таки там не культивируется так, как вот в мировом кинематографе, начиная с Хичкока, был такой первый режиссер. Можешь мне сказать, вот в 1920 году выпустили первый фильм ужасов в Америке. Это, значит, фильм был немецкий, но в Америке, когда показывали, было очень много протестующих людей. Зачем вы показываете такие плохие фильмы? А вот уже через пять лет это все так распространилось, то, что очень много было фильмов ужасов. А вот уже лет через 20, уже 30-е годы, там ведь и фильм о Дракуле, о Франкенштейне, то есть много. И потом уже появились целые режиссеры. К примеру, Марио Баава там был такой. Можешь сказать, Хичкок, даже Стивен, Стэнли Кубрик, даже у него тоже был фильм ужасов, даже у него. Ну да, довольно низкопробное обычное кино. Ну, правда, я помню, такие иногда некоторые известные актеры снимались в таких психологических драмах, там, где вроде бы не столько какие-то реальные... Кино показывает что-то из преисподней каких-то персонажей, сколько как-то нагнетается страх от каких-то переживаний человеческих. Но все это, конечно, для нашей души просто перегрузка. Для детской особенно, конечно, там разделяется. Я тоже помню мнение, потому что у меня детский сад бывал, там, где мы оставались ночевать в будние дни некоторые. И пионерлагеря тоже помню. Потому что некоторые говорят, рассказывай, рассказывай, а некоторые, пожалуйста, не надо. А еще во время рассказа ужасного, еще друг друга схватят там. Или, ну что это, игра с какой-то смертью, что ли, игра со страхом? Это все-таки какое-то любопытство ощутить... Ну, в общем-то, Александр Сергеевич Пушкин говорил, что гибелью грозит для сердца бедного, таит неизъяснимо наслаждение. Может быть, из-за того, что человеческая природа такая странная, что она как-то с удовольствием заглядывает за грань жизни, куда-то в преисподнюю, и что там ей. Не так интересно, что здесь, как важно прикоснуться, или это таинственное мистическое переживание, чего-то сверхъестественного, даже со знаком минус. А может, это, наоборот, заменяет ту благодать, которую мы должны были бы получать. Какое-то светлое богообщение, ради которого человек создан, которое мы получаем от молитвы, от добрых дел, от пребывания в храме, оно заменяется вот этой чёрной мистикой. Какая-то пустота души. Потому что всё-таки влечение к этому есть. Некоторые дети говорят, рассказывай, рассказывай, некоторые нет, нет, а некоторые рассказывай, рассказывай. Вот это переживание-то как раз, они для души заменяют какую-то пустоту. Ну да, потому что те, кто говорят обычно, они рассказывают, они либо понимают, что это плохо, либо они просто, они такие же, как все, просто это страшно. Но обычно это то, что обычно просто им страшно. А вот очень редко встречается человек, который понимает, что это плохо. А вот самому, вам самим доставляло удовольствие когда-то пугать других? Ну, пугать нет, а вот иногда пугаться самому было интересно. Как это самому? Ну, не знаю, там... Себя поставить какой-то, пойти в какую-нибудь пещеру ужасов? Ну, а других, знаешь, потому что некоторые пугают какой-нибудь новостью, которая выдумана некоторые пугают маской какой-то. Вот дети же есть, доставляют им удовольствие одеть маску и заглянуть там из плеча в таком страшном виде. Им это больше, чтобы посмеяться над тем, кто... Посмеяться над страхом человека. Ну, как бы, то человек «А, мне так страшно!» А он, например, уберет, кидает маску и убегает, и смеется при этом. То есть вот при вот таком это больше посмеяться над другим человеком. Ну, тогда получается, что вот этот страх, когда мы наводим или пытаемся кто-то навести на другого, то это издевательство на человека. Ну, да. То есть, в общем-то, поставление его в какое-то униженное, слабое положение. Потому что, если мы не боимся там мира нас окружающего, то какого-то вампира, непонятно откуда появившегося, то, конечно, всякий испугается. И испугавшись, становится жалким, таким трясущимся. То есть вообще вот вкус в этих страшных историях и вкус тех, кто делает фильмы ужасов, конечно, конечно, явно не христианский, направлен в... Он такой человек ненавистнический, да? Он все-таки издевается на человека, можно сказать. Другое дело, что людям некоторым это и нравится. Ну, вот это. Есть, ну, не во всех фильмах, которые снимают, ну, все режиссеры, не во всех там, именно издевательства. Просто, ну, чтобы подзеваться на тем человеком, который смотрит это, чтобы ему было страшно. Просто есть очень многие фильмы, которые, например, фильмовышев, а одновременный мюзикл. То есть он, вот есть такой фильм, да, его Тим Бёртон сделал. Ну, это... Он вот даже вот в Америке, там, в Англии, это просто его показывают, чтобы... Не чтобы там запугать людей, а чтобы они посмотрели, какой там красивый идет мюзикл. То есть там очень-очень красиво все это идет и... Ну, да, ну, это, конечно, тема для взрослых, конечно. Вот эти странные, ужасные фильмы, почему они такие кассовые, почему на них люди, которые сами чувствуют себя песчинкой в мире, идут и пытаются заглянуть в эту бездну адскую. Какой у меня этот интерес. Просто я-то беспокоился, думая об этой теме, как мы могли бы как-то разъяснить, что ли, объяснить и помочь сохраниться от этих пустых и злых шуток друг над другом в детской среде. Ну, может быть, это не так остро, как кажется. Но думаю, что для тех, кто, во всяком случае, имеет возможность выбрать, слушать или не слушать ужастики, смотреть или не смотреть, то, конечно, всяко надо поберечься явно, потому что они разрушают душу, делают ее больной, надломленной. Некоторые уже и вырастают, и остаются людьми психически не очень здоровыми, тогда как в детстве были слишком перепуганы вот этими своими злыми сверстниками, или людьми чуть старше, которые наслаждались вот этой слабостью человека перед страшными историями. Но у нас с вами, друзья, хоть и не страшная история, но про страшная, поэтому давайте-ка ее тоже закруглять, ближе к ночи особенно, для того, чтобы все-таки закончить день молитвой, обращением ко Господу и светлым сердечным устроением, чего вам всем от души и желаю. Храни вас Господь, друзья. Будьте благополучны. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok